вечерняя москва вас приветствует с вами я татьяна сергеева это перекличка столица а тем у нас дети и гаджеты технический прогресс что может быть лучше но действительно ли так технический прогресс бьет по многим моментам в том числе воспитанию детей дети гаджеты в россии сегодня обсуждается очень часто и родители в россии бьют тревогу а как с этим обстоят дела в других уголках мы мира мы узнаем совсем скоро и начнем мы со швеции с нами на проводе юлия антонова андерсон переводчик преподаватель шведского языка здравствуйте юлия здравствуйте юлия дети и гаджеты тема сегодняшней нашей передачи как относятся родители к тому что дети очень много времени проводят за компьютером за телефоном за компьютерными играми больная тема я думаю что наверное сегодня у вас будет мало разнообразия в ответах потому что конечно швеции так же как и в россии этой проблемой обеспокоены гаджеты безусловно с одной стороны помогают в учебе но с другой стороны отнимают очень много времени потому что понятное дело дети в основном используют свои телефонные компьютеры не для того чтобы узнавать какую-то новую информацию для того чтобы играть в игры а вот родители ограничивают своих детей ну например хорошо без этого уже никуда но есть уже такой момент и дети все к этому быстро так привыкли если такое что вот 20 минут час ты можешь попользоваться моим условно говоря телефоном пока ты еще ребенок да знаете да конечно все зависит от семьи я не могу сказать за всех шведов но я говорю о том что я вижу в своем окружении и безусловно в начале когда ребенок совсем еще маленький телефон очень удобен потому что как только ребенок чем-то недоволен ребенку не чем заняться телефон ему дают как такую хорошую отвлекалочку но очень скоро понимают что 15-20 минутами уже не ограничиться и конечно же потом уже начинают бить тревогу когда как правило оказывается слишком поздно и многие родители безусловно пытаются каким-то образом ограничить время ребенка за телефоном за компьютером за планшетом начинается с того что некоторые родители стараются как можно дольше не покупать телефоны но понятное дело когда уже речь заходит о школе например у всех есть телефоны конечно приходится идти на уступки и что касается ограничений да есть родители которые стараются ограничить но например вот у тебя время на то чтобы поиграть с 6 до 7 вечера и ограничения бывают разные то есть одной стороны сначала пытаются действовать уговорами что вот если ты не закончишь в семь то конечно тогда или если наоборот ты закончишь в семь то тогда мы тебе там тортик дадим или конфетку купим но в итоге конечно же все этим не ограничивается поэтому пытаются использовать какие-то программы ограничивающий доступ и вот у меня среди окружения есть дети у которых стоят вот эти ограничители сколько они могут пользоваться но определенными приложениями то есть например на какой-то один на какое-то одно приложение им выделяют больше времени да если это что-то связано допустим с поисковыми какими-то запросами а если это связано с тем же вконтакте соц сетями любыми то конечно стараются уменьшить это время например ограничивать это до часу но дети тоже у нас конечно хитрые поэтому когда этот час заканчивается они начинают ходить искать взрослых которые могут поделиться своим интернетом получается что тогда они как бы выходят со своего телефона но не с общего интернета на котором стоит ограничение а например вот пришла в гости тети или пришел в гости дядя ой отлично дядя я тебя сегодня так люблю может быть ты поделишься своим интернетом на полчасика а вот в школах используют гаджеты и как активно в швеции это знаете в школах у нас такая система что с определенного класса детям выдают компьютеры и компьютеры то есть эта школа оплачивает эти компьютеры и когда ребенок заканчивает школу у него есть возможность этот компьютер выкупить выкупить причем за очень низкие деньги зависит немножко что это за школа но как правило это правило действует и но эти компьютеры такие знаете учебные то есть на них нельзя особо поиграть то есть это такие самые необходимые программы написать текст найти какую-то информацию выполнить задание но что касается телефонов у нас нет закона который бы запрещал использовать телефон например в школе но у нас есть закон который позволяет учителям и директорам самим решать каким образом будут использоваться эти эти телефоны очень многие школы переходят сейчас на то что уже как только ребенок приходит в школу у него забирают телефон то есть он должен запереть его где-то в какой-нибудь в каком-нибудь сейфе в своем шкафчике и он не имеет права пользоваться этим телефоном до окончания учебного дня как только учебный день закончен телефон возвращается и дальше уже могут звонить и это привело на самом деле к тому что вот опять среди моих знакомых те кто живет рядом со школой дети перестают пользоваться брать в школу телефон потому что пока ты идешь в школу пять минут и возвращаешься из школы это не принципиально то есть не обязательно пользоваться телефоном то есть еще выигрываем дополнительные десять минут без телефона родители пытаются занять максимально своих детей записать на какие-то секции для того чтобы опять-таки они не просиживали в телефоне у них было какое-то занятие занятие а вот что больше всего все таки бояться дети родители детей в швеции то что получают некачественную информацию или тот контент который используют пока еще по время по силу возрастных определенных ограничений не нужен или бояться что дети зрение загубит вот что больше остерегаются родители вы знаете вот прозрение на самом деле я не слышала ни от кого из своих знакомых то есть основные опасения связаны ну конечно с тем что контент не контролируется но и плюс что ребенок просто теряет связь с реальностью да то есть конечно родителям все равно хочется хотя родители сами все сидят в телефонах им все равно хочется чтобы ребенка было какое-то общение какая-то социальная жизнь чего по большому счету не происходит при использовании телефона так что очень опасаются трендов потому что во всех социальных сетях время от времени появляются скажем прямо сомнительные тренды какие-то странные тренды а дети естественно начинают это копировать и речь идет не столько каких-то странных на наш взгляд танцев сколько о том что можно что-то попробовать сделать какую-нибудь безумную прическу да какие-то вызовы вот эти постоянные то есть у ребенка нарушается психика и сейчас вот у нас пришли уже к выводу у нас было проведено исследование в швеции пришли к выводу что если ребенка приучают так сказать к телефону если ребенок например капризничает в детстве ему дают телефон для того чтобы он перестал злиться до каким-то образом успокоился то неожиданно выяснили что оказывается со временем когда ребенок подрастет он уже не сможет регулировать свои эмоции по-другому кроме как вот при помощи телефона то есть он не сможет побороть злость или он не сможет брать свою агрессию без телефона более того он становится более агрессивным и вот это вот вот эти результаты исследования очень напугали родители потому что никому не хочется что чтобы ребенок вырастал злым интересное наблюдение чем это способствует агрессия смотря опять-таки что ребенок смотрит я думаю что это связано с тем что когда ребенок не знает другого вида похвалы стимуляции борьбы со своими эмоциями то конечно со временем все это усугубляется ну и плюс вот эти мелькающие постоянно картинки да как вот все время говорят что теряется концентрация внимания уже не способны дети опять-таки учиться просто-напросто да потому что они не способны прочитать мало-мальски самый простой элементарный текст потому что они через три слова уже не понимают о чем идет речь они к этому внимание конечно страдает но тем не менее вот интересно в швеции используется пример родителей такое что я не буду пользоваться телефоном пусть мой ребенок этот видит как я отношусь к гаджетам и он будет повторять за мне кажется вы говорите прям про идеальный сценарий потому что я честно говоря плохо представляю себе взрослого человека сегодня современного взрослого человека который добровольно решит отказаться от гаджета здесь тоже должно наверное что-то с этим человеком уже произойти он сам может быть да как-то проанализирует свое поведение поймет что да как-то восемь часов в день с телефоном это наверное уже перебор и примет волевое решение что он им пользоваться не будет и тогда наверное да это будет пример для ребенка вот как с книжками если я буду читать и ребенок будет видеть что я читаю то он тоже начнет читать пока я честно говоря таких родителей которые не пользуются телефонами не встречала но родители говорят ребенку как это вредно при этом сидят рядом с ребенком и сами смотрят свой телефон ну извините тогда это будет не очень эффективно да конечно спасибо большое юлия с нами была юлия антонова андерсон переводчик и преподаватель шведского языка это была швеция а мы отправляемся дальше с нами на связи англия татьяна маккарти блогер здравствуйте татьяна да спасибо татьяна рада вас видеть татьяна у нас сегодня такая тема дети и гаджеты как родители в англии относятся к тому что дети очень много времени тратят на гаджет хорошая тема очень сложная тема для родителей эта проблема растет развивается прогрессирует и ничего хорошего от этого мы не получаем к сожалению потому что как вы можете как сама мама догадаться эта проблема несет определенные результаты у нас проблемы с mental health начинается сразу же никакие соц скилл как просто сказать не развиваются то есть дети уже не умеют дружить не со своими гаджетами и так далее они очень много времени проводят мы боимся на какие блэк сайты они заходят например проблема есть с рейтгал один то есть мы не знаем чем они занимаются тратят ли они деньги на какие-то игры может быть они себя даже физически показывают и так далее то есть очень серьезная проблема то есть в англии так же как и вроде в россии родители бьют тревогу а что делают какие меры используют для того чтобы ограничить возможность общения с техническими этими элементами и повлиять на то чтобы дети росли в более такой благоприятной атмосфере знаете когда ребенку 2 или 5 лет это еще можно как-то ограничивать когда ребенку 16 и старше они тоже же дети ну или любой такой возраст приходится ругаться приходится конечно все таки проблемам падают на плечи взрослых то есть приходится физически детей выгонять на улицу физически это страшно но тем не менее когда твоему ребенку 27 он все равно еще ребенок условно говоря тоже физически приходится конечно же старайтесь ограничивать например школе если вернемся к серьезному мы с вами уже не можем серьезно разговаривать простите всем это серьезно школе например у нас пытаются ограничивать то есть у нас школе к примеру есть возможность использовать гаджеты которые выдается школой да но там они например на определенный в сайт они могут зайти и так далее тоже по времени так и еще вается телефон у детей забирают в начале урока я дает дают примеру в конце урока вот такие вот вещи да все таки есть небольшой контроль это нужно но это очень сложно а вот на уровне века а на уровне государства если что-то какая-то поддержка или может быть профилактические меры для того чтобы вот все-таки влияние этих гаджетов не было настолько велико на психику ребенка и своего опыта нет такого абсолютно сожалению у нас идут информируют в новостях или же например скажем так какие-то из школы или у нас есть небольшие комьюнити в том числе например на платформе фейсбука каждый город имеет свою группу жителей и вот что-то вот даже на эту тему или какие-то новые новости происходит так далее они конечно же пишут поэтому в том числе и остерегайтесь к примеру вот такого-то идет спам в интернете сама собственно видела и мы все пытались избавляться каких-то игр на телефонах у наших детей но это было несколько лет назад и до тех пор я этого не встречала с на уровне государства к сожалению они занимаются совершенно другой задачей и тратят деньги в другую сторону да детях они не заботятся родителям они так да кстати а вот в школах насколько часто распространено вот это отношение ребенка с компьютером насколько сегодня все компьютеризировано или же действительно сохраняются какие-то традиционные методы в том числе и вот в преподавании технических моментов хороший вопрос вы знаете побывав по многих школах в том числе особенно в этом году когда нам приходилось выбирать или колледж либо школы казалось бы католическая школа вот секондарь и взрослая школа почему-то наоборот разрешают детям использовать даже свой свои телефоны то есть они видимо не имеют достаточно желающих чтобы пошел в эту школу потому что это все-таки такие старо старые такие условия скажем так очень строгие и так далее тут они хотят наши дети никогда сюда не придут поэтому они разрешают использовать свои телефоны но при этом существуют какие-то аппы где идет parental control то есть там определенное количество времени они могут использовать и так далее определенные веб-сайты также более современные школы все таки я уже повторюсь они предоставляют какие-то генщики могут быть я даже не знаю галакси раньше называли сейчас они лаптопы я уже старом отдавать там я ничего я ничего не знаю не понимаю компьютеры те же самые и так далее то есть это все что предоставляется школы есть даже компьютеры которые можно с собой забрать домой и делать уроки в принципе у нас сейчас такая раз уж мы про обучение да в принципе все пошло уже как кафе и полазь я не знаю в россии так или нет когда практически ничего от руки ты не пишешь поэтому нам интересно сейчас уже продолжаем другая будет тема что например дочь моя пошла в колледж и она ей пришлось покупать тетради впервые за уже последние пару лет вот а кстати возвращаясь к этой теме еще раз мы же все наши ребятишки прожили вот этот вот двухлетний ковид когда дети сидели дома когда дети не общались и вот тогда наш контроль расслабился думаю у вас наверное так же потому что детей невозможно было куда-то отвезти со своими друзьями невозможно было встретиться и так далее и поэтому конечно же дети стали проводить намного больше времени за своими телефонами и так далее и увидели намного больше чем они бы видели например в нашем возрасте когда мы были выходите когда мы были здесь надеюсь вы согласны это очень сложная тема это очень интересная но хочется чтобы хотя бы одна страна справилась и показала например как так нужно вот я думаю что все-таки такие директивные способы здесь неуместны будут и ребенок должен как-то наверное на примере родителей вот только что с юлей мы разговаривали из швеции о том что если родитель постоянно сам не находится в этом в телефоне в гаджете не проводит свое все время и занимается чем-то другим более интересным то только на своем примере условно говоря можно продемонстрировать и научить а что можно требовать от ребенка если ты собственно говоря сам это не делаешь а требуешь от ребенка но это неэффективно этот работать не будет поэтому если ребенок опять здесь все очень сложно насколько эта среда социальная влияет насколько та информация которой ребенок получает она действительно вредная или она может даже оказывать и положительный эффект здесь такие тонкие грани везде и ведь действительно многие дети в 16 17 уже в таком будучи но уже наверно не дети уже был будучи взрослые подростки имеют такой колоссальный опыт и такую огромную информацию что вот например многие родители в их же возрасте этого не имели библиотека таких обширных знаний не могла дать поэтому сегодня наверное дети все-таки в какой-то степени достаточно эрудированные за счет гаджета за счет интернет за счет этих новых технических возможностей у каждой вот есть такой ситуации есть и оборотная и даже положительная сторона поэтому не всегда так вы знаете согласно с вами добавлю немножечко вот раз меня напомнили у меня был опыт работы с ребятишками из германии и с ребятишками из испании мы в том числе и вот наши тинейджеры в каком плане работы мы приглашали вот этим студентам какой-то обмен они у нас жили дома и самое интересное что испанцы практически так же как и англичане вот наши дети только тех кого я встречала так далее с кем работала они очень сильно используют вот эти вот свои гаджеты а немцы почему-то к моему приятному удивлению наоборот читают книги и телефоны практически даже не поднимают то есть буквально там сообщить родителям мы доехали выехали на все хорошо все то есть настолько видимо вот каждая культура прививает какие-то интересные навыки согласна с вами татьяна есть такие моменты с нами была сегодня татьяна маккарти это была англия спасибо большое татьяна а мы отправляемся дальше с нами на связи китай ольга казмина доцент института иностранных языков юго-западного университета города чунгцина здравствуйте ольга здравствуйте добрый день добрый день приятно вас видеть у нас сегодня тема переклички дети и гаджеты как родители относятся к тому что дети очень много время проводят за компьютером за телефоном компьютерные игры что делают родители с этим мне кажется тема которую вы сегодня подняли очень актуальная особенно для азиатских стран во всех странах где мне доводилось бывать это мне кажется очень серьезная проблема особенно в китае потому что здесь и дети и взрослые очень много часто и мне кажется иногда бездумно пользуется гаджетами и любой ребенок начиная ну скажем с года с полутора лет уже даже едет в коляске и смотрит какой-то гаджет и я думаю для родителей это пока что не проблема потому что это способ увлечь ребенка то есть можно не уделять ему внимания а просто дать телефон или я не знаю компьютер и он будет спокойно себе играть я считаю что в китае это серьезная проблема гаджета зависимости и увлеченности гаджетами то есть родители сами виноваты в том что будет происходить дальше пока ребенок маленький он может только устроить там небольшую истерику но когда ребенок взрослый ограничивать становится все сложнее а в школе насколько часто применимы вот эти гаджеты телефоны компьютеры и как относится к этому преподаватели и учителя и к вам даже непосредственно вопросами ну да тогда начну непосредственно себя то есть с университета потому что я именно в университете преподаю и у нас вполне нормально преподаватели и весь состав относится к тому что студенты на занятиях используют и компьютеры и телефоны и все остальное то есть это не проблема но иногда это помогает когда-то я например даю какие-то задания связанные с тем чтобы они в интернете что-то посмотрели или поискали но иногда это конечно очень серьезная проблема в том числе например на перемене когда я говорю так сейчас мы будем отдыхать 10 минут они вместо того чтобы пройтись и подышать они садятся в телефон играют отвечают на какие-то вопросы там с кем-то общаются то есть я считаю что это большая проблема для студентов в школе же нельзя пользоваться гаджетами то есть вообще нельзя у них есть только часы которые которые на руки на руках носят и соответственно отвечают на звонки своих родителей в нужное время вообще во время занятий или во время пребывания в школе у них нет и не может быть никаких гаджетов вот здесь как-то их ограничивают но становясь взрослее как вы видите для них не существует проблему и остановки какой-то гаджетный хочется чтобы все-таки с возрастом все люди становились мудрее я думаю здесь должен срабатывать основной закон вот этот когда человек набирается с годами опыта мудрости и уже сам себя ограничивает и воспитывает дальше я думаю есть опыт и мудрость а есть также привычка потому что это действительно привычка и зависимость то есть мне кажется китайцы но большинстве своем они просто зависим от гаджетов и поэтому очень трудно их оттуда достать и показать что есть другая жизнь и без них без гаджетов а если какие-то профилактические меры со стороны ну вот например государство может быть средства массовой информации об этом часто говорит и просит может быть есть даже ограничение знаю что в китае нету многих социальных сетей они просто под запретом и государство вводит некий такой тоже ограничительный момент в этом но что касается социальных сетей то многие да не будем называть название называть имена они под запретом да но это заграничное а китайские соцсети пожалуйста можно сидеть сколько угодно и что они собственно с удовольствием и делают даже идут дороги дорогу переходят и смотрят в телефон то есть тут никакой вообще у них ограниченности нет полная свобода действий а вот в чем есть ограниченность это в играх то есть дети дом не сейчас не смогу вам сказать до скольки лет возможно до 15 или до 16 они не имеют права играть в игры больше там скольких то 10 минут в день потому что нужно входить со специальным айди айди зарегистрирован на родителя соответственно если родитель не разрешает то и ребенок уже не выйдет но я надеюсь что многие родители просто понимают что больше 10 минут ребенку в день играть нельзя иначе он просто будет иметь очень много проблем и болезни вот так скажем а вот медицина китайская такая традиционно нетрадиционная бьет тревогу по этому поводу что говорят известные очень многие да китайские вот такие вот врачи которые может быть дают какие-то специальные советы что делать чтобы ребенка психика ребенка не пострадала при использовании всех моментов но я про китайскую медицину могу вот что сказать они в основном китайские врачи китайской медицины бьют тревогу по поводу осанки и по поводу глаз детей то есть вы испортите зрение вы испортите себе там спины и будет вас искривление вот здесь конечно они бьют тревогу но при этом говорят вы когда телефон смотрите вы сидите ровно и там держите его на вытянутой руке вот здесь они дают такие советы да а что касается ну скажем так привыкание или чего-то я вот лично никогда не слышала слышала только от своих студентов которые жалуются на своих младших братьев и сестер которые уже без телефона даже ну не проснулся не заснуть не могут скажем так утрированно то есть скажем людям которым по 20 лет в принципе еще могут себя как-то контролировать а те которым 10-12 уже очень сложно это делает поэтому я думаю что вот эта проблема должна как-то на государственном уровне решаться но пока я лично сама не видела путей ее решение и даже такого серьезного обсуждения в обществе а родители часто сами используют гаджеты и что думают по поводу своих вредных привычек на этот счет я вам могу рассказать такую историю но во первых да конечно же часто используют и все мои коллеги и все мои знакомые стоянные находятся в сети даже вот когда мы приходим например в кафе выпить кофе или там просто посидеть то разговора подчас не получается потому что все сидят своих гаджетах и ты думаешь ну привет мы пришли вместе время провести оказывается что каждый в своем мире находится но у меня есть знакомые изучающие китайский язык однажды они на китайском языке делали такую небольшую презентацию про гаджеты в россии на занятии и преподаватель которая во время их презентации сидела в своем телефоне что-то смотрела оторвалась от телефона и сказала у вас в россии есть такая проблема нет китае ее точно нет и они смеялись потом всей группой потому что преподаватель даже на занятии не мог оторваться от телефона но при этом констатирует факт что в китае такой проблем есть она конечно безусловно есть и ну вот как нигде мне доводилось путешествовать разных странах мира и такого как в китае я конечно нигде не видела это очень большая проблема которую нужно решать на мой взгляд опять же на взгляд взрослого человека и преподавателя спасибо большое ольга с нами была ольга казьмина доцент института иностранных языков юго-западного университета города чунцин а это был китай вот сегодня тема гаджета и дети и во всех странах в швеции в китае в англии я спрашивала у своих соотечественников а что же делают взрослые и показывает ли взрослые на своем примере что это не очень хороший способ взаимодействия с миром и очень многие отвечали что нет взрослых тоже такая же есть пагубная привычка поэтому дорогие зрители как всегда советую начать себя а потом уже переключать внимание на детей ведь мы есть пример того как следует жить а я желаю всем жить в гармонии с вами была сегодня я татьяна сергеева это была перекличка столиц темы дети и гаджеты всего доброго до свидания